Лид, тебе нравится? Мама, кроме ног ничего не видно. Дедушка взял. Ничего страшного. Ничего страшного. Все хорошо. Супайся давай. Дюймись. Если что, зови нас, ладно? Да. Мы придем. Понравится? Лид. Лид. Здравствуйте. Как классно. Я вот так вот куда-то говорю. Нет, я тебе только на ручки. На ручки. Да, на ручки. Все, пойдем. Все, пойдем. Блица. Блица. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 а у меня может табуретка повыше мы сейчас пойдем в беседку мелко и крупно резать я говорю что какие-то проблемы с колбасами надо как то есть так то зачем влезешь на кольцами бы нарезала и все ничего не могу она видишь твердо и надо мелко нарезать ну что это я пошла посмотри яйца что 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 доча да хорошо я рада что ты тут да моя хорошая интересно как какого это себя ощущать дедушкой или бабушкой говорят что бабушки дедушки больше любят внуков нежели своих детей но не то что больше как-то это и это понятно нет не балует просто когда мы родители нам нужно денег зарабатывать проблемы решать туда-сюда а когда мы бабушки девушки нам нужно просто любить да нам не нужно решать проблемы ну по факту некоторые есть конечно бабушки и дедушки которые решают проблемы проблемы своих детей и внуков ну а так им просто нужно любить их внуков и все они понемчились поигрались побаловали им надоело они сказали так родители забрали своих детей и пошли к себе и все бабушек очень любят сидеть когда еще бабушка хорошая но вот так бабушка бабушка типа там пироги что-то там с ними играется занимается это вообще замечательно у нас вот такая бабушка и потом уже знаете там допустим мамы могут своих своих детей воспитывать строго да а потом когда они становятся уже бабушками они уже это всем этим дают что ты там так строго там потому что это их внуки конечно конечно даже внуки я потому что там уже приходит мне кажется такого понимания что это дети они быстро растут и надо наслаждаться заметил два разных способа нарезания сколько ты хотела водить двоих хотел всегда точно а вот дальше уже под вопросом я считаю что женщина должна рожать столько детей сколько она может поднять одна если я смогу потянуть троих значит будет трое если не смогу то не будет трое мне кажется почему женщина должна у меня себя будет такой вот весна как рожать поднять сама если у меня двое детей например разводимся с мужем одного ребенка мужа другого ребенка мне все ты сможешь так поделить и он не смогу отдать детей почему отдать я же не кому-то пола отдаю я отдаю его к мужу мне кажется все по честному я хочу чтобы у меня были самой просто в наше время я никого не хочу обидеть и всех под одну гребенку расти но чаще всего когда разводятся отцы забывают про своих детей да и они говорят ну я же получу элементы и тут я думаю ладно какие там элементы платите то а еще некоторые говорят я плачу элементы и хочу чтобы она мне отчитывалась по чекам я говорю не слышала такого там ну типа это вода свет там вот как она тебе что будет отчитывать ну так она же ребенок же с ней живет она тоже типа ну короче не люблю я вот это по мне знаете должно быть так мужчине если он уходит он должен все оставлять детям жене если ты не хочешь чтобы твоя квартира например приставала жене просто пишешь доверенность так стены на своего ребенка и уходишь они до 18 мальчика распоряжаются да 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 а потом дети становятся равными правами да 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 ну если тебя там да гнобишь то типа ты уйдешь и все останется ей а раньше же в советское время так и было так и было это сейчас как то у нас какая то смена понятия то есть женщины должны зарабатывать наравне с мужчинами иногда чаще всего даже бывает ну не чаще всего но иногда бывает больше работать наравне помимо этого женщина должна работать воспитывать детей да должна быть красивой да считаем женщине красивой должна быть да образованной у нее должны быть какие-то какое-то хобби какие-то увлечения вот а мужчина должен просто работать да и я всегда вам говорю хорошо парням проснулся умолся сразу красавчик а нам сколько надо сделать не я не хочу я не хочу за феминисток и так далее нет я за патриархат поэтому и мужчина должен быть в голове глава в семье глава глава в семье глава 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 меня заставляли что заставляли ну вот там не знаю но все равно глава это тот кто решает все вопросы касаемо семьи дома там и кипитки еще и что это плохо что ли я не хочу чтобы мне кто-то говорил как надо делать я хочу чтобы я сама что-то как надо решить ситуацию не знаю по мне так это а ты не знаете что он так я сказал дышать не дышать не дышать а просто какие-то вот элементальные бытовые вещи главные вещи там удобно вращать мужчину я вижу каждого у каждого своя вы как считаете да да ну вот давай вот пусть напишут там кого будет больше за мужчину во главе в семье за равноправие или за женщину три варианта матриархат патриархат или равноправие ну равноправие все равно не получается равноправие вот и что значит равноправие что в твоем понимании равноправие вдвоем вместе делаются решают все что именно допустим работа ладно да дальше с детьми занимается и мужчина и женщина окей дальше финансы это у нас работа дети домашние какие-то такие дела приготовить можно вместе уборку сделать можно вместе в магазин сходить вместе ну в наше время не каждый мужчина умеет готовить да и не каждая женщина сейчас тоже умеет готовить сейчас еще такие стадии новомодности заказывать все иду себе где хочешь как хочешь и ничего не надо заморачиваться и в суд даже мыть поедем все полотенце зачем тебе полотенце что ты что делаешь что делаешь что делаешь ты что делаешь цветочку зимную досыпай ему зимитки мало 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 надо а не подложь покушай мало потом зимитка куда-то ушла она улечка пошла корень мода покушай я пододу ура 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 четвертый пак что красивый что красивый да красивый что красивый что красивый ура я убью статки ты любишь тюни тюни Ой, посыпала! Просыпала? Я посыпала. Я просыпала. Нельзя слипать на столе? Нет. Кто? Кошка. Коровка? Да. Пошли коровки. Пошли коровки. Пойдем поближе подойдем, посмотрим. Давай ручку. Сильно близко подходить не будем, ладно? Не будем. Ой. Ой, какой. Коровушка. Коровушка. Девочка, да? Какая громкая она? Да, громкая. Громкая? Красивая коровка? Да. Это лялечка-коровушка. Лялька. Лялька. Как ты? Да. Ты же еще маленькая? Нет. А какая ты? Она ручки, а так делает. Шевелит ушками? Да. Да. Му-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у- пчелка близко не буду подходить нельзя подходить коровушка укусит меня мы же не близко стоит корова ушла куда она пальчик то достань ай-яй-яй-яй притуля козявочки пойдем кушать там салате готов все мы и она устала от нас пойдем не будем надоедать коровушки да не надо надоедать она еще маленькая кто коровушка маленькая мы сегодня пропололи огород детки поспали сейчас каждый занят своим делом ромка играет в игрушки ритуля рисует сестра загорает а я буду белье снимать ой какой горячий бетон так ты подойди тетя юля поможете снять да не тепло одни панамочку а где она давай маркер рисуй солнышко солнышко не умеешь давай я нарисую тебе солнышко покажу вот так круг и лучики сможешь так нарисовать давай рисуй не можешь держи вместе будем рисовать а как ты ручку купаешься кто вы там чай пьете чай пьете чай пьете хочу попить водички хочу попить водички мы все едим да что кушаете кушай хорошо что пока вот тогда тут пьете сейчас пойду позагораю иди позагорай иди позагорай ты только насмотрела? угу да сиди ты играешь не ты играешь а это четко у тебя что украсть земля пьете думаю может уже четко иди мячик мячик вот мячик у вас мячик мячик у нас вода переполняется и нельзя шевелиться много лет ну что котятки жопочки вы что сняли трусики да не забудь потом не одеть чтоб она без трусиков не ходила я пошла загорать мама пошла загорать получать витамин D а вы стете Юля пулькайтесь поняла? бою бою ну все в сайту приятного об��ся